Все верно. И еще один тогда аспект, коллеги, наверное, при вернутом учении, который бы я отнесла, это удачно, удобно, я даже не знаю, какое здесь слово нужно подобрать, запакованный учебный контент или учебный материал. Вот на TED, может быть, кто-то из вас видел, выступал математик, по-моему, Дэн Майер, его фамилия, он говорил о том, что мы в классе должны совсем по-другому преподавать. Это в 2006 году он еще выступал, он говорил об этом. И он сказал в самом начале своего выступления такую фразу, что я в очень сложной ситуации, как учитель математики, я продаю клиенту товар, который ему не нужен, но он обязан его купить по закону. Понимаете? Вот нам нужно нашим клиентам этот товар так запаковать, чтобы он его купил. Вот такая вот задача сложная. Вот маркетингом практически должны заниматься мы с вами, коллеги, в образовании. Я, кстати, хочу здесь, знаете, что сказать? Мы для своей дочери каждый год на день рождения... Ну и не только день рождения. И не только, просто на день рождения это обязательно, да, вообще не только. И так и летом, и в квартире, когда удается. Я просто уже понял, о чем она будет говорить. Мы делаем, придумываем квесты. Это началось вот с самого начала, как только практически она начала ходить. Были квесты простенькие для нее, с картинками. Научилась читать, появились и считать цифры и буквы там, и тексты. Ну а теперь она в четвертом классе, эти квесты вообще сложные. Значит, в чем суть квеста? Например, на день рождения она свой подарок должна искать. Она ищет свой подарок. Она получает ряд каких-то намеков, да? Ну, хинц, да. Наверное, подсказки. Наверное, подсказки, подсказки, да. Она находит первую, читает, разгадывает, думает, понимает, где это, и идет к следующему месту, находит там, читает и так далее. И, например, в этом году, она отгадывает не одна, вместе со своим двоюродным братом, и в этом году они искали ее подарок на день рождения 45 минут. То есть мы отдыхали. Мы отдыхали. 45 минут они искали этот подарок, и каждый раз, когда они собираются вместе, они реализируют нас и просят придумать квест еще. И, коллеги, эти квесты, они сложные. У нас есть там тексты на английском языке. Я помню, еще в прошлом году, когда они только третий класс закончили, оба, я помню, мы задавали им вопросы и писали вопросы на английском. И они читали, говорят, а они еще английский не особо в школе учили, это сейчас, помню, что они более-менее уже подучили его. А тогда они только с трудом могли прочитать. И, конечно, слов большого, они не понимают. А мы не понимаем, что написано. Кстати, это очень-очень часто не замечали, но уроки то же самое, особенно математики. Берут задачку, а я не умею. Почему? Потому что он точно такую же задачу никогда не решал еще, да? Вот и они. Берут таких традиционных учеников, берут, а мы не умеем. Почему? А мы, ну, не решают точно такой задачи. Потому что они, ну, типа, на английском языке еще не умеют читать. Я говорю, ребята, думайте, мы вам помочь не можем. Вот, ваша дальнейшая судьба зависит. Вот. Видите, это вопрос нет. Рассказаете вы, Ирина? Да. Представляете? И как вы думаете? Ну, конечно же, они сначала как традиционные ученики, традиционной школе повозмущались, как это дали им задачи, которые они умеют решать, которые они уже не решали, да? Но потом-то они догадались, что, ребята, мы хоть и деревня на даче, но интернет-то у нас есть, и гугл-то никто не отменял транслейтер. И как они его перевели, и нашли как-то следующий вопрос, и следующую подсказку. Знаете, как это, как фильм «Сокровщей нации», да? Было. Находишь подсказку. «Сокровщей нации», да, да, да. Потом у тебя следующая подсказка. Вот у них так она и действует. Кстати, «Кот да Винчи» у Дэма Брауна, там тоже есть такая система с подсказками. И вот эта деятельность им, во-первых, нравится, а во-вторых, они очень много мучатся. Я уже, ну, не говорю только про, ну, мы этим, как его, компетенциз. Да, да, мусор. Сейчас подожди. Навыки? Навыки, ну, да, скажем, умения 21 века, да. Такие, как там совместная работа, они же вдвоем-троем там дети соображают, как они даже между собой должны разобраться, какую проблему решить. Они критически мыслят, они ищут информацию. То есть эта деятельность, мне кажется, очень важна. И то, как мы работаем с ними, что мы не помогаем им, а мы создаем просто все возможности, чтобы они нашли на каждый вопрос решение. Но мы напрямую не помогаем им. Вот эта ситуация, мне кажется, можно спроецировать на урок математики. Но я использовал эти самые методы. Ну, конечно, не в такой же смысл игры, а вот идея такую же, что дети сами догадываются, да, замечают, сами замечают какие-то свойства или какие-то связи между чем-то. И я их просто подталкиваю на более абстрактный уровень, они это просто потом формулируют с моей помощью. На самом деле, то же самое можно делать и на уроке. Не надо все им в готовом виде давать. Это очень важно. На самом деле, мне кажется, отличительный еще признак перевернутого обучения, то, что мы не даем все на улице. Это очень важно, что они работают. И потом у нас не будет с вами, ребята и коллеги, проблем в 10 классе, в 11, как у нас в Эстонии часто слышишь. Десятиклассники, десятиклассники, они, даже если учитель пытается их активизировать, что-то придумать интересное, что-то хорошее, они просто не идут на контакт. Они просто сидят пассивно на уроке. Там учитель уже все, что угодно, учебные ситуации конструирует, все пытается как-то их завести. Никак. Потому что, к сожалению, они вот за эти первые 9-10 лет основной школы, они почему-то из таких интересных детей, которые готовы познавать мир, превращаются в таких очень пассивных, существенных уроков у нас. И потом их очень тяжело зажечь заново. У меня самого был последний класс очень тяжелый в том смысле, что я только закончил 12-й класс со своими учениками, с которыми я работал 5 лет, с которыми мы работали онлайн постоянно, ученики. У меня по воскресеньям были онлайн уроки, и это они просили меня, чтобы я им делал эти уроки онлайн. Потому что они понимали, что это все... Сначала я, как говорится, на это дело подсадил первые 2-3 года, а потом они уже сами просили меня, чтобы я с ними это делал. Ну вот Юрий, в частности, давал ученикам совместные домашние работы. Мы тогда еще работали в этих таблицах гуглских, потому что только там был чат. Сейчас, видите, в документе гугл есть чат. Тогда лет 7 было, или как назад, может быть? Это было достаточно давно, несколько лет назад. И он организовал эти совместные домашние задания. Я помню, когда мы выступали на конференциях перед учителями, и говорили о том, что вот ученики делают вместе домашние задания в одном документе. Они все видят, они говорят, в чате общаются. То, конечно же, учителя математики были шокированы. Они говорили, что ну что, они же спишут. Нет, так у меня была не цель проверить их, а помочь им учиться. Тут дело в том, что ученики сами просили, сделайте нам совместную домашнюю работу, потому что они там друг друга поддерживают, они помогают друг другу. Это не для списывания. Ну, спеши, но в твоей жизни ничего от этого не изменится. Это не для списывания, для того, чтобы тебе помочь. Хочешь – пользуйся, не хочешь – не пользуешься. Я думаю, тема списывания – это очень интересная тема списывания. И тема оценивания – это очень важный аспект перевернутого обучения. Как же мы будем потом, как мы будем планировать разные деятельности с учениками, а как мы это потом будем оценивать их, правильно? Это очень важный аспект. Об этом мы тоже с вами обязательно поговорим. Обязательно поговорим. Здесь, конечно, у нас серия вебинаров будет, это понятное дело. И мы или будем… А вот я сейчас думаю, вебинаров или, может быть, мы записываем видео и комментарии к видео… Мы подумаем, как это лучше всего работает. Тут нужно технически продумать немножко, коллеги, как сделать это удобнее. Потому что мне было бы сейчас намного удобнее, если бы вот рядом с этим видео была бы строка, да, и вот чтобы я все время видела, что вы пишете. Но это несложно сделать просто… Надо продумать, как это сделать. Нет, на самом деле я технически вчера немножко по-другому хотел это сделать. Я хотела сделать отдельную страницу, куда бы я встроила окно хангаута, и рядом был бы чат. Но по техническим почему-то причинам только с аккаунтом Фейсбука можно было туда оставлять свои комментарии. Вот только Фейсбук. И я испугалась, я подумала, мало ли у всех есть аккаунт Фейсбук, поэтому вот решила сделать так. А вообще идея была вот в том, чтобы окно, хангаут, чат и больше ничего лишнего. Все, вот только так. Ну, окей, это мы все будем… Это не проблема, это дело, как говорится, наживное. Это мы решим. Итак, коллеги, подведем итог про перевернутое обучение и перевернутый класс. Признаки. Да, вот, значит, не перевернутый класс. Давай не будем сейчас перевернутый класс даже говорить. Что вы думаете? Да, это мы все равно определим в какой-то момент. А давайте перевернутый обучение сейчас. А, давайте перевернутый обучение. Окей, хорошо. Признаки перевернутого обучения, что мы называли? Это гибкая учебная среда, это акцент на учении. То есть нам нужно продумать, как сделать так, чтобы наши ученики учились, а не мы их обучали, так сказать. Что у нас еще где-то у нас было? Учебники. Это учебный контент, как конфетка, как маркетинговый продукт. Об этом надо думать, да. Об этом надо думать, да. У меня уже есть ряд соображений по этому поводу. Как сделать то, что, например, дифференциальное уравнение, да, скажем, вот как это так упаковать, чтобы они захотели их съесть? Дифференциальное уравнение. Да, это точно. И учитель, это у нас, коллеги, ключевая фигура. То есть ни в коем случае в учителе роль, точнее, роль учителя не то, что становится меньше, она становится сейчас крайне важна. Она просто необходима. Потому что нет, скажем так, нет смысла говорить о том, что у нас ученики глупеют с годами, потому что если... Они есть как вместе. Во-первых, они есть такие, какие они есть, и их нужно теперь по-другому обучать. Потому что если мы не воспользуемся какими-то другими методами, то я боюсь, что у них действительно нет шансов помнить. Ну, нужно обязательно что-то менять.